Всем доброго времени суток! Сегодня я покажу вечериную гимнастику, которую можно выполнять дома, самостоятельно, при болезни пертесса. Для этого нам понадобится резиновая петля, слабой жесткости, так как, как правило, это у детей, и резиновая лента. Покажу просто упражнения, которые необходимо выполнять, как их выполнять, количество подходов и повторений, скажу в конце тренировок. Если некоторые упражнения у вас не получается выполнять с резинками или с отягощением, делаем пока без. Как сила добавляется в ноге, добавляем. Итак, первое упражнение. Ложимся на коврик, на спину и делаем 20 дыхательных движений. Выдох через нос, на ту же живот, выдох через рот. Делаем. Мы делаем так 20 раз, в спокойном, медленном темпе. Для этого мы улучшаем брюшное дыхание, правоснабжение к нижним конечностям. Так, первое упражнение. Мы тянем носочек на себя. Мы можем делать два фаза, чтобы максимально к себе, максимально от себя. К себе, от себя. Это упражнение довольно легко дается. Поэтому, что мы делаем? Мы берем резиновую петлю, ну и какой-то неподвижный предмет. Ножку дивана, ножку комода. И таким вот способом петлю мы цепляем. Раз. И что мы делаем? Мы носочек зацепляем, ножка лежит. И мы тянем с сопротивлением. Максимально носочек на себя, от себя. Ну так, чтобы она не слетала. Чтобы не слетала, лучше делать без носочка. И тем самым мы тренируем полторальную группу мышц волени. Ну, здесь подходов, как правило, до 3-4. Количество повторений, ну до 30. Делаем. Это первое упражнение. Второе упражнение. Носочек тянем на себя. И максимально вверх поднимаем ножку. Поднимаем, делаем выдох. Опускаем вдох. Выдох, выдох. Соответственно, если ножка поднимается, все хорошо. Сила в ней присутствует. Что мы делаем? Берем эту железиновую петлю, одеваем на голеносток. Здоровая ножка у нас лежит на полу. А ножка травмированная поднимает. Это если хватает сил. Итак. Второе упражнение. Третье упражнение. Цепляем также петлю. Цепляемся в носочках. Ложимся. Ножка чуть ли поднята. И тянем к себе коленку. Раз. 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 Тут работает бедро. Также группа латеральной. Мышцы в латеральной части колени. И подвздошно-поясничная мышца. Она не прощупывает. Она находится у нас спереди. Вот позвоночник. Делаем. Очень хорошее упражнение. Так. Следующее упражнение. У нас четвертое. Мы ложимся. Ножку поднимаем. Сгибаем. И максимально распрямляем. Ручки мы продерживаем. Распрямляем. Распрямляем. Ну, соответственно, если легко, берем резиновую ленту. Делаем такой вот оборот. Раз. Раз. Здесь для того, чтобы не соскальцовало. Ручки мы здесь фиксируем возле бедра. Ну, можно сделать вот так, по-моему, удобно. И разгибаем. И вот здесь, впереди. Вот так, чтобы она не слетала. Взяли за ручек. И распрямляем. Распрямляем. Можно как бы распрямляем чуть-чуть к ногам. Раз. Раз. Упражнение на четырехглавую мышцу бедра. Четырехглавая мышца бедра довольно сильная мышца. Поэтому количество повторений, ну, чтобы почувствовать мышечную боль. В принципе, все упражнения делаем до мышечной боли. Четырехглавая. Следующее упражнение у нас. Мы, пятое, ложимся на бочок. И нам нужно поднимать прямую ножку вверх. Довольно сложное упражнение при болезни пертеса. Поэтому что мы делаем? Ножку мы сгибаем. Чем сложнее нам поднимать ножку, тем больше мы не разгибаем. И сначала, допустим, поднимаем на небольшую высоту. Легко дается. Должно уставать здесь. Вы просто забедренного встава. Очень хорошее упражнение при болезни пертеса. Поднимаем. Легко, получается, поднимаем выше. Еще легко. Ножку все больше и больше выпрямляем. Совсем легко. Соответственно, также одеваем петельку. Здоровый нож к джин. Тормировано поднимаем. Так, следующее, шестое упражнение. Для шестого упражнения нам понадобится, ну, какая-то опора, но на высоте, в зависимости от роста, ну, около метра. Может, чуть ниже. Даже подойдет вот высота дверной ручки. Мы одеваем на нее петельку. В данном случае у нас петелечка маленькая, короткая. Раз. Можно использовать, ну, две петли. Раз. Ну, чтобы было пониже. Сам принцип покажу. Мы одеваем петлю в петлю. Вот. Так. И что мы делаем? Мы ножку протаскиваем в петлю, ложимся, ножка подвешена. И мы ножку протаскиваем вниз. Раз. Вниз. Раз. Вниз. Выдох. Фу. Все упражнения делаем при сопротивлении, при нагрузке. Выдох. Сейчас мостная грузка идет вниз. Раз. Работает приводящая группа мышц бедра. Очень тоже важное упражнение. Даже больше, чем бедро работает. Все. Такое упражнение. Следующее упражнение. Так, сейчас мы уберем все это. Следующее упражнение мы делаем на животе. Мы ложимся, кусочек тянем под себя и поднимаем вверх прямую ножку. Поднимаем. Важно, чтобы ножка была прямая-прямая. Так. Здесь мы поднимаем, делаем выгод. Следующее упражнение. Мы также либо цепляем петлю за неподвижную опору, либо можно, как говоря, сделать, что мы одеваем петлю на галеностоп. Здоровая ножка у нас лежит, отдыхает. А правая мы сгибаем. Тем самым работает задняя группа мышц бедра. Носочек оттянут от себя. Тянем. Чувствуем в задней поверхности сопротивление. Либо так, либо цепляем петлю. Также одеваем на галеностоп. И, соответственно, сгибаем. Раз, раз, раз. Так. Следующее упражнение. Это мы прямую ножку отводим в сторону. Как можно дальше лежим? Отвели обратно. Тоже упражнение сложное. Поэтому сначала можно небольшое расстояние. Потом все дальше и дальше. Вот. Следующее упражнение у нас ползали. Ложите и как будто ползет немножко. Раз. Как можно выше? Два. Поднимаем. Три. Запомнили. Так. Следующее упражнение. Два. Следующее упражнение крайне важны. Нам понадобится обязательно неподвижная опора. И, соответственно, мы продеваем ножку. В чем суть упражнения? Мы ножку сгибаем под 90 градусов и отводим влево-вправо. Влево-вправо. В первом случае мы отводим. Одеваем. Десяточку. И у нас тянет, в данном случае, вправо, в правую ножку. Мы его делаем. Раз. Идет нагрузка на грушевидную мышцу. Соответственно, потом мы переворачиваемся. Я покажу на левую ножку, чтобы не переворачивались. Вот. Раз. Нас-то тянет в другую сторону, а мы ножку вот сюда. Вот это два таких, ну, как наиболее важных при болезни протесса. Это мышцы, ротаторы, ведра. Уже шевидно. Ну, это мышцы антагонисты, бризнецовые мышцы и так далее. Очень-очень важные мышцы. Вот. Ну, и наиболее, с такими упражнениями делаем общие укрепляющие. Это мышцы пресса. Сюда, по-сюда, держим. Ножки согнутые. Поднимаем. Поднимание двух ножек. Либо прямых, либо сил не хватает. Согнутых к себе коленки. Либо полусогнутых. Поднимаем. Вот так. И, соответственно, мышцы спины. Что мы делаем? Мы поднимаем ручки в сторону корпус. Ручки вперед корпус. Отдельно поднимаем прямые ножки вверх. Либо все вместе. Руки в сторону. Руки в ноги. Руки вперед. Руки в ноги. И, как еще один вариант упражнения, одеваем петелечку на голеностоп. Держимся на неподвижном поле. Поднимаем прямые ножки в сторону. Раз. Раз в разные стороны. Вот, в принципе, вот этих упражнений вполне хватит. Для того, чтобы поддерживать мышцы и болезнь гипертеса, нижней конечности ноги, в хорошем тонусе. Количество подходов и повторений. Как правило, 3-4 подхода до 30 повторений. Все в зависимости от физического состояния нижней ноги, физических активностей. Соответственно, чем больше мы делаем, мышцы становятся сильнее. Увеличиваем количество подходов, количество повторений. Ну, на начальном этапе, допустим, делаем 3 подхода по 10 повторений. Поделаем нерк, потом делаем 3 подхода по 15 повторений. Потом 20, 25, 30. Дошли, делаем уже 4 подхода по 15 повторений. Увеличивая число подходов, брали число повторений. В принципе, и все. Кровь будет качаться, приходите к ножке. Соответственно, все это будет идти через глазопедренный сустав. Тем самым будет идти напитка крови сустава. Соответственно, если можно еще стоять на четвереньках, покажу несколько упражнений. Первое. Это мы становимся. И с тобой немножко подводим в сторону. Раз, два, три. Соответственно, легко получается. Поделим петлю на коленке, делаем то же самое с петлей. Затем ножку назад. Отводим раз, можно выше, два, три. Качаем. И при поднятии ножки можно покрутить ее максимально по дуге. Либо рисуем кружочек в одну сторону и рисуем в другую сторону. Это что касаемо упражнений на четвереньках. В принципе, можно добавить упражнения на стуле. Но они тоже... Там одно из них самое такое, наверное, будет актуальное. Это мы наделаем петлю на ножку. На четырехглавную мышцу. И разгибаем. Раз, раз, раз. Ну, в принципе, здесь только вот. Если все равно ребенок сидит за компьютером, а по петлюками, немножко вот, чтобы сидя, немножко полуторнировать. В принципе, весь такой комплекс. Поэтому делать его можно в любое время, ни время, ни суток. И утром, ну, лучше делать, чем похудит. Чаще, тем лучше. Смотреть нужно по болевым состояниям. Комплекс не должен приводить к тому, чтобы тазобедренный штат начал болеть. Какие-то боли в области паха, колена, спины. Если такие боли появляются, начинаем... Уменьшили нагрузку. Боли прошли, поделали. Постепенно увеличиваем смысловую нагрузочку. Ну, в принципе, все. Что так на память пришло, все рассказал. Будут вопросы, пишите. Буду вам рад помочь. Спасибо всем, всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok